А еще моментик такой, что мы начали рассуждать о том, что мы сейчас, допустим, ребенка же нам нужно отдать в школу, мы сейчас его отдадим опять на год, на два, на сколько мы отдадим, потому опять его перетаскивать мы же не будем, то есть мы же не знаем, в каком районе по итогу мы определимся, то есть мы будем уже привязаны к тому или иному району. Вот, и вот в одной квартире мы, значит, сидим, смотрим и с риэлтором, только с риэлтором, да, ну хорошей женщиной, вот, и, ну, соответственно, я просто какие-то наводящие вопросы начала ей всякие разные задавать там, а вот какие районы, а что, а как, а вот дома почем, то есть, ну, в голове где-то, конечно, в подсознании у меня была мечта о свой дом, это же, ну, нереально круто там, Сочи дом. Мечты исполняются рядом с Дмитрием и Александровичем. Вот, я начала спрашивать, а, а, вот тут какие сцены вообще сейчас на участке, на дома, то-то-то, и ей звонит, ну, как бы телефон, она поднимает, говорит, да-да-да, завтра все в силе, ты-ты-ты-ты, что-то там про хосту говорит, я говорю, что такое хост-то? Она такая, ой, я сама, и начала рассказывать свою историю о том, что, что она очень хочет участок, свой дом хосте, что она там копит на участок, и вообще хост район ей так нравится, он такой зеленый, прям такой классный, все-все-все, и вот что, она там как бы это, и завтра едет, а я говорю, а вы что там, завтра едете показывать? Она говорит, да, вот я завтра еду показывать, и я говорю, а можно с вами, мы тоже хотим посмотреть, она такая, ну, конечно, можно, и говорю, все, мы договариваемся с ней, едем. По-моему, за 8 миллионов домик, да? Мы едем в это, соответственно, в село Каштаны, приезжаем, чтобы вы понимали, мы вообще Сочи не знаем, вообще ничего, куда, чего, мы куда-то едем, едем, приехали, ну, там, конечно, какой-то смешной домик такой, его даже каркасом невозможно назвать, он какой-то, какой-то игрушечный, ОСБ сделан, даже не ДСП, а ОСБ, вот это, знаете, которое, это прессованное. Вот, мы вышли на балкон, конечно, вид там просто шикардос, горы, мы как это увидели, мы стоим, мы уже такие с Димой шушукаемся, я говорю, Дима, Дима. И я рассказывал, когда записывал свое интервью, я тоже сказал о том, что ужасный был дом там этот, ну, и когда мы вышли на балкон, мы увидели лошадей, вот этот вид, хотя погода была не самая лучшая, и мы вот это увидели, и все, и прям у меня перемукнуло, у тебя тоже, да? Да, конечно, да, мы все это увидели, думаю, вау, и как бы мы по сторонам посмотрели, говорю, Дим, Дим, смотри, короче, дома, и он говорит, 8 миллионов, 8 миллионов участок и дом, ну, как бы сейчас получается, это типа... Вот этот, который он сделал на продажу, этот старенький. Да, вот этот розовенький, непонятно, да. И мы начали по сторонам смотреть, я говорю, Дим, смотри, какие дома, вот эти вот хай-тек, там наш стоял, и вот Славин соседский, я говорю, смотри, я говорю, да, я говорю, Дима, давай пройдемся, прогуляемся, пойдем узнаем, ну, просто, он говорит, да, конечно, пошли, пошли. Ну, все, мы, они там пока, соответственно, эта женщина приезжала с клиентом тоже, ну, и мы так по-тихому, говорю, мы сейчас там пройдемся, поузнаем, что, да, 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 мы на своей машине, и там поблагодарили, ну, и все, и пошли сначала вверх прошли, наткнулись там на какого-то дяденьку, который там, я готов променять свой участок, вот 5 соток, там, в курятнике в каком-то... А, уже тогда по 2 миллиона, да? Да, да, я готов променять свой дом, вот этот вот, где курятник стоял у него какой-то, за квартиру в Москве, за 20 миллионов, 2 миллиона за сотку, да, а, 10 миллионов, получается. Да, 10 миллионов, 5 соток, я в шоке. Мы, короче, поржали. Ну, не поржали, мы были в шоке. Ну, мы в шоке. Это уже тогда было, 2 года назад уже, он... Ну, это он как бы... Сейчас уже пришли к этим ценам. Да, ну, в общем, потом мы спустились вниз, я говорю, ну, пойдем туда, доедем, дойдем, в общем, мы доехали, там стояла женщина, наша соседка, вот, да, да, Дима вот такую, говорит, давай сейчас постану и спросим. Говорит, ладно, что-то неудобно, кого спрашивают, да давай. Ну, он остановился, поговорил, в общем, она сразу рассказала, что был лес, что они переехали, тут вообще ничего этого не было, стояло вот это дома, и вот это, и всего остального ничего не было. Вот. Мы говорим, а вот там такие-то, такие-то дома, не знаете ли вы? Она говорит, а вот этот вроде продан, а вот это дом Эдика, а Эдик вот его магазин, а спросите номер, ты-ты-ты-ты, короче, все нам рассказала. Мы пошли в этот магазин, позвонили Эдику, он говорит, да, продается, заходите в гости, там жена, дети. Мы сразу же поднялись, вот, там была жена, мы зашли, посмотрели, потом он подъехал, мы чай, они нас напоили чаем, да, тортиком, все дела. Очень отлично, пообщались, вообще просто отлично, хороший, хоть армянин, вот, ну, как бы, вот, многие говорят, что там армяне специфический, там народ, там, очень-очень культурный, вежливый, такой, прям, ну, вообще, прям, ну, вот, сколько нам времени, любая просьба, что-то, что-то, сейчас позвоню пять секунд, скажу, Эдик, мне нужно, чтобы ты подъехал, помоги, просто. Хотя человек этот очень достаточно обеспеченный, занятой, приедет прямо сейчас, ну, без отказа, отлично, благодарю его вообще за все. Да, то есть, любой вопрос, всегда ему позвонишь, любой момент ответит, всегда подскажет, поможет, там, жена тоже у него всегда, когда нас, ну, соответственно, мы в магазин-то часто там ходим, в их, и всегда и подвести, еще какие-то там моменты, всегда. Да, то есть, я бы очень была рада, и Дима, если бы они стали нашими соседями на регулярной основе, вот, и детки у них классные, много чего тоже подсказали, куда, что там, школа, садик, вот, и, все, мы, как бы, увидели этот дом, такие, все, Дима, давай брать, он такой, ну. Какое самое главное преимущество, у нас, ну, два момента, я рассказывал уже, что на тот момент у нас, во-первых, ну, не хватало денег на этот дом, потому что стоил он, как бы, 20 миллионов, готов был отдать его за 18, а у нас было только 12, плюс, короче, машина. Моя машина, это S-класс 222-й Мерседес, который стоил, ну, 3,5 миллиона тогда он стоил, ну, за 3 его можно было отдать, типа, типа, как наличка. То есть мы понимали, что у нас в круг, в круг 15, о, кстати, мой парикмахер, давай спрошу, когда он будет. Да, в четверг. То есть в круг у нас там 15, грубо говоря, там было, и сначала мы с ним поговорили, и он говорит, ну, ладно, говорит, не 20, ладно, 18, там, как бы, 18. Привет, я приду в четверг ты? Да. Ну, завтра же ты не работаешь? В четверг. Ага. В четверг будем. Ну, в общем, вы видите, сидим просто, и здесь все знакомы, вот парикмахер наш, как бы, этот, все, все, здесь всех можно встретить. Костя, вот сидите на пляже, при входе встретите всех. Можно никуда не ходить. Никуда не ходить, да. Вот, и вроде как бы 18, но, ну, я сейчас не об этом хотел сказать, а о том, что, а какое основное было преимущество, я тебе хочу, вот, чтобы ты объяснил, какое было основное преимущество, почему мы сказали, что вау, и если он там согласится поторговаться, почему он нам подходил, почему? Ну, потому что он готов был взять машины, часть денег. Нет, потому что он готов был для проживания этот дом. А, готов, да, извините. Готов был дом для проживания, потому что еще было несколько домов там же, которые мне понравились. Да, за 12 миллионов. За 12, я думаю, что мы могли бы, да, честно, я думаю. Потому что дядя Гурген нам предлагал за 12, да? Нет, ну, как бы, дядя Гургена, честно говоря, мне понравился дом, мне понравилась планировка, все очень грамотно, по уму было сделано. Это также в каштанах чуть выше. То есть мы смотрели, чтобы вы понимали, мы смотрели разные дома. Да, да, мы еще смотрели. Кате понравились некоторые дома, пару домов и понравились, но я и начал... Ну, один момент, вот, у Гургена меня смутило кладбище, честно скажу. Вот. За домом, ну, там, как бы, вдалеке оно видно было, меня как бы это смутило момент. Также момент того, что он совсем без ремонта был. И еще один был дом, он внешне был отделан, у него уже, соответственно, как бы, было вокруг дома все тоже обустроено, ландшафт. Даже бассейн. Уже и бассейн был. Единственное, что не было внутренней отделки, вот, но как бы речь была, что там, нет, там, по-моему, предчистовая была, предчистовая была. А на цокольном этаже, вот на этом цокольном, он вообще был голый, как наш. Вот. И, как бы, мне прям он очень, честно, понравился. Он меньше, чем наш, но, может быть, там вид не такой совсем, как... Ну, вообще, мне показалось, что нормальный вид. Но минус в том, что вот ремонта не было, и нам жить негде было. То есть, это понятное дело, что все равно бы ремонт затянулся бы там на год в любом случае. И нам, опять же, все равно надо было где-то искать какое-то жилье, за которое мы должны опять были бы заплатить. 200, ну, там, 150. Да, и опять ребенку нужно было... Ну, в общем, как бы мы почему-то склонились к тому, что вот, ну, если раз уже есть дом готовый, то нужно, соответственно, свое внимание обратить на него. Вот. С простым, но, с ремонтом. С простым ремонтом, но, да. Заезжаем, живи. Но в итоге все равно вот этот домик мне до сих пор нравится. Мои дети в него уже приехали, живут, вот. Но наш дом мне тоже очень нравится. Меня, единственное, смущает момент, что... Что нет денег там все переделать. Ну, да, переделать. Даже не то, чтобы внутри переделать. Хотя бы вот, ну, как бы какие-то моменты закончить. Цоколь там, внешне довести до ума, знаете, вот вокруг территории. Ну, то есть, как бы ты смотришь по сторонам, увидишь, что у этих сделано, у этих сделано, они кайфуют, блин, а мы, получается, не погулять ничего на территории, потому что там козы-коровы и голову сломать можно. Вот. Собственно говоря, вот так. А изначально мы рассматривали, конечно же, квартиру. Квартиру почему? Потому как всегда было понимание, несмотря на то, что я прожила все время в квартире, да, всегда были какие-то дачи, у Димы дачи, там, был даже момент, что я жила в Таганроге, там, когда только переехала в доме у мамы, у Диминой, вот, Виктории Владимировны. И, соответственно, я понимала, что это всегда вложение, это всегда дела какие-то, да, то есть в квартиру как? Ты вложился, сделал, и все, и ты живешь не... Ну да, ты не напрягаешься, единственные какие моменты, чаще всего, что там никакой шумоизоляции, ты слышишь соседей, то тебе кто-то сверлит, то тебе кто-то там кричит, вот, ну, соответственно, никакой своей территории. Я считаю, что в квартире тоже есть свои определенные плюсы, вот, но когда ты, почему люди выбирают дома? Потому что это своего рода свобода, ребят, несмотря на то, что у тебя территория там 5 соток всего лишь, да, участок, и вроде как бы все равно соседи слышно, это твое. Вот, и там, я не знаю, захотел, там, шашлык пожарил, захотел, там, я не знаю, поковыркался, попрыгал, что захотел сделать. Ну да, голые деревья посадил, это есть свой кайф, свой плюс, вот, в квартире ты ограничен в этих действиях, да, и почему люди, опять же, выбирают? Потому что, когда они все это чувствуют, все эти плюсы, все, все это прелесть дома, они уже готовы терпеть и принять эти сложности. Да нет, именно сложности в чем? В том, что за территорией нужно ухаживать, за домом нужно постоянно ухаживать, то, значит, где-то крыша, где-то там штукатурка от дома отвалилась, где-то лампочка села, где-то канализация забилась, где-то еще, ну, в общем, куча всяких нюансов, и дел и работы всегда, постоянно. Вот, я себя поймала на мысль, что я вообще могу сидеть дома и никуда не выходить, просто никуда не выходить, я постоянно буду что-то делать. Я, честно признаюсь, я год и до три месяца не могу помыть окна. Я когда смотрю на этот объем, у меня начнет глаз дергаться, я думаю, ладно, в следующий раз, потому что, потому что в следующий раз, потому что нужно подмести цоколь, потому что нужно подмести веранду, потому что нужно помыть балкон, там все это ты вымыл, уже в доме грязно, в доме вымыл, опять там грязно. Ну, короче, это, ну, при этом, когда ты выходишь на эту чистую веранду, смотришь на этот вид, сидишь в этой джакузи, сидишь, ешь, я не знаю, там, грушу или там арбузик, и ты только проснешься, у тебя есть возможность вот этот выйти на балкон в труселях, вздохнуть так глубоко, так. Хорошо, лепота. А вы что там, в квартире? А мы тут на просторе, тут, значит, коровы гуляют, когда они не заходят на твою территорию, меня не устраивают. Лошадки, это не я. Вот, это круто. А еще более круто будет, когда у нас будет забор, и я смогу выпускать своих детей во двор и знать, что они никуда не денутся. Хотя, я хочу вам сказать, я и сейчас выпускаю. Дима немножко напрягается, мне кажется, даже до сих пор напрягается, когда дети выходят из дома и гуляют где-то возле дома. Когда малой. Когда малой, да. Я в этом плане попроще. Я вот, я доверяю Марку, я знаю, что он ответственный. Ну, в общем, у Димы есть некий, как бы, Марк такой, когда, ну, знаете, когда дети вот всегда, он знает, что за него всегда сделают родители или кто-то. Конечно, он расслабляется и не показывает свои какие-то там лучшие качества и стороны. А я как бы знаю Марку, у меня же бывали ситуации, и я знаю, что Марк достаточно заботлив и ответственный все равно. Пару слов про ребят, про наших серферов, потом отдельно. Ну, в общем, собственно говоря, я без проблем их отпуская, класс, я их отпустила, знаю, что они, я покричу, Марк, домой, и он, короче, из соседнего дома, от Тани там, или от Антона там с бассейном, они прибегают, соседы покупаются, там погуляют, здесь погуляют, и отлично, сходят, ну, на пруд, как бы Дима не разрешает, я Марка отпустала, Марка я отпускала, сразу признаюсь. То есть Марк сам там с Матвеем ходит, или там с Сережей, или там с Данилом, они ходят, с Макаром, конечно, пока не отпускаем, вот, ну, как бы на деревне, никто ничего не переживает, не боится, класс, вот, что еще? Давай я немножко верну тебя, я сейчас ее немножко верну опять в реалии, потому что, понятное дело, что мы разобьем это видео на серии, да, потому что, значит, мы говорили о том, что вот они приехали, значит, мы были, она все время уходит от этого, от центра бытия. То есть, мы приехали, мы хотели арендовать квартиру, мы, соответственно, поехали смотреть эти квартиры, мы немножко пожили, получается, в апартаментном комплексе Крымский, решили, что нам нужна большая квартира, и вдруг, случайно встретил женщину, она сказала, поехали в Каштаны, мы поехали, начали смотреть дома, попали к Эдику, и Эдик говорит, ну, хорошо, через пару дней я ему звоню, говорю, слушай, я говорю, дружище, вот такая ситуация. Я говорю тебе, как есть, если ты даешь добро, тогда, соответственно, мы, в принципе, с тобой вступаем в какой-то диалог и уже обсуждаем, как бы, нюансы сделки. Если ты добро не даешь, мы дальше продолжаем искать. На самом деле, на тот момент, на тот период мы до конца даже не понимали, если честно, какие цены, чтобы у вас было. Ну, то есть, я начал спрашивать у риэлторов, какие цены на объекты, позвонил и говорю одному тут модному риэлтору в городе Сочи, не буду называть фамилии, я никогда, вы знаете, не говорю фамилии, чтобы не было никакой, так сказать, компания. Ну, чтобы не компрометировать никого. Я позвонил и говорю, слушай, мне нужен дом, как бы, для семьи, он говорит, сколько денег? И я, как бы, постеснялся сказать, что 15 миллионов, еще и 3 миллиона, там, машины. Я постеснялся, я ему говорю, ну, 20. Он такой, о, в районе 20-ки ничего нет нормального. Вот. Я говорю, а скольки хотя бы? Он говорит, ну, хотя бы, там, от 30. Я такой думаю, ну, ладно. Потом мне показали несколько вариантов, там, за 17, мы, помнишь, я ездил, или я сам ездил, мы ездили на Ахунтов, смотри, старенький. Ну, короче, нам ничего не понравилось, и поэтому, как бы, я ему говорю, слушай, есть такой вариант, 12 миллионов я плачу наличными, наличными, и пускай, там, если, говорю, машина хорошая, 3,5-4 миллиона, говорю, она на сегодняшний день стоит, если ее продавать, как 3 миллиона, если ты ее заберешь, если тебе она вообще нужна, как 3 миллиона, если ты ее заберешь, то будет 15. Если ты за 15, ну, там, 15, 15,5, как ты ее оценишь? Может быть, если ты оценишь ее 4 миллиона, то будет 16. То есть, ну, для себя я решил, что цена, вот, как бы, там, 15, да, с учетом машины. Я говорю, если ее возьмешь, я буду тебе признателен, если нет, то нет. Он говорит, мне надо подумать. Все, после этого, там, он связался и говорит, окей, я согласен, что будем делать? Потому что он изучил рынок, и это было прекрасное предложение, за такие цифры, которые ты предлагал, на тот момент не было машин, Дим. Не, машины, да, окей, да, нет, он изучил машину, он посмотрел машину, там была полная комплектация 222-го Мерседеса, С-класс, это крутая была машина, я купил ее реально для себя. В идеальнейшем состоянии, машина просто пушка, мы потом еще год на нее смотрели каждый день и вздыхали. Да, то есть, Эдик на ней ездил, по-моему, даже больше года, и все время, как бы, мимо нас, и мы все время на нее смотрели, а он бы сказал, Дим, я проездил год, я ничего в ней не делал, только поменял масло, спасибо тебе огромное за это. И продал дороже, чем купил. Да, продал дороже, чем купил, да, ну, чем взял, да. Вот, поэтому мы договорились на 15 миллионах, все, значит, я сел в Москву, поехал, там, не помню, снял с учета или купли-продажи подписал, там, что-то такое, и, соответственно, приехал, передал ему деньги, передал ему машину, и, соответственно, все, у нас появился дом. И все это мы решение приняли, не знаю, за пару дней. Да, мы, чтобы вы понимали, это решение мы приняли реально, то есть я зашел в Авито, увидел, что он действительно выставлен там за 20 миллионов, потом, соответственно, как мы поторговались там, я говорю, можешь убрать, убрать. Я, если честно, переживал, что кто-то его купит, потому что я, я, естественно, посмотрел, мы потом уделили, мы его полазили, мы посмотрели, уделили несколько дней, быстро поездили. То есть мы принимали решение, мы поездили, что можно взять, мы поняли, что такой квадратуры 298 квадратных метров вместе с террасами, 3 этажа, 5 соток земли, мы поняли, что мы не купим такой дом за эти деньги, с учетом того, что с ремонтом, куда можно заехать, трусики, носочки привезти. Ну, реально, я говорил. Может быть, в каком-то другом районе, и купили бы, мы же не смотрели там, знаешь, я не знаю, как это правильно называется, веселое-шмеселое там, вот эти вот, ластунка, мы ничего такого, Сергей Поля, мы не смотрели эти все районы, нам этот вроде как бы понравился, и за то время, с которым мы находились в Сочи, мы разговаривали с людьми и все время спрашивали про район хостов, и кого бы мы ни спросили, таксисты, кого угодно. А чтобы вы понимали, не все таксисты здесь простые люди, у некоторых есть серьезные бизнесы, и с часами Убло-то они ездят, Убло. Вот, и все говорили, хосты – это крутой район, очень живописный, классный. То есть я говорил и подтверждаю еще раз, ни разу, потому что почти что сразу я стал работать риэлтором, примерно начал узнавать районы, места, дома и так далее. То есть оперативно начал все изучать, и ни разу я за все это время не пожалел, что мы купили в этом районе именно такой дом. За эти деньги я не нашел ни разу ни одного дома, чтобы прийти домой. Я все время боялся, что я нарвусь на дом и скажу, блин, ну почему мы не взяли вот этот дом? Не, мне нравились, конечно, дома и так далее, но они строили совершенно других денег. Либо были без ремонта, если поадекватно. Вот один дом, но мне не нравился район, где-то Кудепс-то было. А, который готовил за 18 миллионов? Офигенный дом. Ну, Катя, чтобы ты понимал, сейчас он 35. Да, ребят, но в тот момент, в тот момент он стоил 18 миллионов. Ну, 18, у нас не было никогда 18. Нет, но он офигительный дом был, именно планировка, окна. Ну, короче, все. Четырехметровые потолки, ну, о чем ты говоришь, конечно. Ну, нереально. Он крутой, да, вопросов нет, но он крутой. Он крутой. Но он был без ремонта, да? Я его снимал на канале, и никто его не купил, блин, и он поднялся. Я в шоке была. Сейчас он продает его за 35, я не знаю, продается. Но мне не нравился район Кудепс-то. Он мне и по сей день не нравится вообще. Ну, какой-то гетто. Не, ну, как бы да. Ну, не гетто, хотя многие там, ну, он такой своеобразный. Ну, много старостроя и так далее, но когда построится полностью летний, флора, там все дела, все это разовьется, будет, как бы, все это интересно, и дом рядом находится 3 километра от моря, но не суть, как бы, это уже не имеет никакого значения. То есть, мы ни разу не пожалеем. А самое главное, что на самом деле, еще раз говорю, пускай простой, пускай относительно безвкусный, экономный вариант, но тем не менее, мы туда заехали. Сразу же. Вот просто взяли и заехали. Потом начали сталкиваться с тысячей проблем, тысячей проблем, как бы, но тем не менее, мы переехали. И через сколько вы переехали? А, сколько я еще жил без вас? Ну, давай, расскажи. Получается, мы его приобрели в марте. В марте мы его приобрели где-то в середине марта. И мы переехали все с чемоданами с 8 июня. Прилетели. Уже прилетели. Да, у нас билеты были на 8 июня. Два месяца я кайфовал. Хорошо. Ну, и потом мы начали сталкиваться с проблемами. Потихоньку, да? Расскажи, что тебе первым запомнил. Когда я вернусь. Какие были? Вот какие ты помнишь проблемы вообще? Чем мы стали сталкиваться? Блин, ну не знаю. Я начала отдраивать весь дом. Сразу с водой вернусь? Нет, с водой не сразу. Нет, про воду мы не сразу поняли. Сначала меня смутил налет. А, с водой. Что я хочу сказать? Еще раз говорю. Купите ли вы дом в Сочи за 10 миллионов рублей каркаснее? Купите ли вы дом за 100 миллионов рублей? Готовьте, что в любом случае вы столкнетесь с нюансами. Даже если вы купите его в Краснодаре, в Тагодроге, в Волгограде, в Астрахани, в любом регионе, у кого есть дом, тот знает, дом – это всегда проблема. А когда вы покупаете новый дом, то вы не строили. Ну, не проблем. Не называй так это. Это всегда решаемая проблема. Но это всегда забота какая-то. Это вы приобретаете как бы дом, и у вас всегда будут какие-то дела. То есть вы приобретаете дополнительные дела ежедневные. Да, ежедневно, да. Ну, хорошо. Расскажи про что ты, с чем-то мы столкнулись. Это нормально. То есть я хочу сказать, что это нормально. Абсолютно нормально. Ты что-то выясняешь, тем более ты дом не строил. Ты не знаешь, где там инженерия, где трубы, что проходит, где как сделано, как электрика. То есть, ну, есть нюансы. Поэтому многие говорят, что лучше я сделаю сам ремонт, я хотя бы буду знать, где что. Или кто-то говорит, я сам построю дом. Ну, коробку-то можно купить, проблем нет. Если там построили коробку, нормально, ее можно купить. Ну, кто-то говорит, я лучше сам, у меня есть деньги, я сделал ремонт сам под себя и так далее. Ну, расскажи, с чем мы столкнулись. Ну, ну как, из таких моментов, как бы, немножко не хватало розеток. Потому что свет. Свет, электричный. Вот, допустим, ну, немножко, потому что это эконом было сделано. Да, то есть, чтобы вы понимали, как бы, что предполагает подвесной. Человек в состоянии понимал, что будет продавать. Да, подвесной, ну, нет, возможно, у него какое-то свое видение, например, люстры. Может быть. Ну, для меня подвесной потолок, это означает, соответственно, встроенные лампочки. По всему периметру, да. Соответственно, здесь у нас была просто выведена одна лампа под люстру, и все. Ну, мне кажется, это немножко уже устарело. У нас не подвесной, а натяжной, да? Ну, не имеет значения, как бы это в любом случае. Натяжной, подвесной, ну, натяжной, да. Ну, в любом случае у нас одна лампочка. Одна лампочка, да, то есть, да, вот, соответственно, немножко для меня, как для женщины, да, опять же, не забываем, что, как бы, строил все-таки дом мужчина, да, и, как бы, вот, у них видение свое какое-то. Аминь. Что мне не хватало? Заметила, что начали сильно потеть окна, то есть, вентиляции в доме не было и нет. Так, таковое. Соответственно, из-за этого отходят обои. Потом мы столкнулись с гидроизоляцией, отсутствием гидроизоляции вокруг дома. И в оконных группах не было гидроизоляции, вспоминая, ламинат начал сдувать. Гидроизоляции у нас нет. И гидроизоляции, в принципе, цокольного этажа. Да, но с окнами мы постепенно начали, когда там дожди прошли. Да, не понимали, откуда чего. Откосы все мокрые. Да, у нас начал ламинат у нас сдуваться, и, соответственно, я, как бы, сразу эту фишку просекла. И, как бы, Дима сначала был со мной не согласен, из-за чего это. Но я ему сразу сказала, что вода попадает, бетон впитывается, соответственно, где дырочка свободная есть, там он и выпускает. На середине комнаты, посередине комнаты. Я не верил, да, что может через окно, что не может через окно, такой объем, и весь зал там вздутся ламинат. Я, ну, не понимаю, думал, ну, как так, как это через подложка впитало, такой объем. Ну, а дожди, вы знаете, какие в Сочи? То есть месяц может идти, там, грубо говоря, дождь, там, да, перед. И, конечно, да, потом я говорю, ну, хорошо, вызывай, ну, хотя молодец, как бы, нашла, кто загидроизолирует всю эту оконную группу. Все сделали, уже все нормально, да? Да, соответственно, гидроизоляция окон не было, ну, гидроизоляции веранды абсолютно никакой не было, у нас все протекало, нам пришлось переделывать всю веранду. Вот, у нас не было гидроизоляции вообще цокольного этажа, а цокольный этаж, он полноценный, то есть это не подвал, это полноценный. Но этаж просто с двух сторон засыпаны две стены, просто они были, как бы, в земле, да, то есть две стены стоят на земле. Ну, он же правильно сделал, чтобы не строить просто подпорные стены, не выкидывать бетон, он сделал, как бы, подпорные стены, и они стали служить сокольным этажом. То есть три стены у нас, а две стены у нас стоят, как бы, находятся в земле, и две стены, соответственно, как бы, ну, можно на горной поверхности, и получается две стены, там, боковая и основная, где нужно было сделать выход. Ну, короче, он грамотно все сделал, и в доме появилось еще дополнительно 60 метров, где можно сделать свою чил-зону, которую мы когда-нибудь маломайские тысячи за сколько-нибудь доделаем, и будем туда сбегать от детей, проводить, так сказать, рабочие процессы или просто релаксировать там, не знаю. Но в целом Эдик нам сразу сказал, что как бы мы поняли, что гидроизоляция тут, ребят, нет, гидроизоляция есть, но тренажа нет. А там сквозь стену течет напор, там, там течет напор, он говорит, ребята, я сделал как бы там гидроизоляцию совсем простую, просто рубероид там сделал, как бы, техно-николь там наклеил, не заморачивался. Дренажа не было. Ну и плюс дренажа не было, но мы сразу поняли, что придется переделывать. То есть я сразу для себя поставил галочку, плюс 500 тысяч рублей, примерно, примерно, тогда я сказал еще, да, там, 5500. И поэтому плюс, плюсом случилось то, что он и скинул, он скинул нормально, то есть он скинул денег нам нормально. То есть сначала он опустился до 18, потом до 15, ну то есть он скинул нам нормально. То есть, да, он скинул нам нормально, то есть он сказал, ребят, я вам скидываю, там, грубо говоря, еще там 3 миллиона, и я ничего не доделаю, ничего не переделаю, вы сами там ковыряйте. Это круто, если бы у меня были эти деньги, наличка 3 миллиона, я бы там все это переделал. Ну, просто вопрос того, что их не было. И пришлось постепенно. Ну, расскажи. Вот, потом мы как бы столкнулись с такой проблемой, это вода. Это отдельный вариант, помимо, помимо, нет, мы... Как я не замечал, в течение дня, а, ну была хорошая погода. Да, не было дождей. Да. Нет, первый момент мы, в общем, с проблемой столкнулись, это мы начали заказывать воду бутылированную, потому что очень у нас, мы сдали воду на пробу, и оказалось, что у нас очень повышенная жесткость. Она нормальная? Нет, она очень крутая по всем этим микроэлементам, но она немножко жестковатая, и, соответственно, как бы вот этот налет, ну мне неприятно это, поэтому... Да, ну, как бы, это чайник, налет, как бы, многие пьют, а у нас все местные, все пьют, никто не заморачивается. Но мы как бы, ну мы решили не пить, да. Ну мы не пьем, ну как бы... По жесткости чисто там. Ну, это, во-первых, портится все равно, как бы... Ну, чайник там жалко, он десятку стоит. Да. Хотя посудомойка, стиралка, пока твитфу растирает. Вот, а потом, короче, прошли дожди, ребят. Ливневые дожди прошли, и тут мы открываем кран, или нажимаем... И льется грязная вода, не то, чтобы она какая-то серенькая или бежевая, она льется, как вот вода в луже, коричневая, с грязью. Это был кошмар. То есть то более светлая вода льется, более-менее светлая такая, знаете, ну я даже под ней купался, это рыжая. А то, ребята, просто были моменты, когда у нас, чтобы вы понимали, лилась грязь. Глина, глина, вот когда глину разводишь в воде, глина... То есть в один момент, когда мы уже все это сообразили, почему, что, как, мы залезли в накопительный бак, у нас бак где-то литра 800, стоит в цокольном помещении, в техническом помещении, мы залезли в этот накопительный бак, слили его, и в накопительном баке вот так вот сантиметров 20-25 полностью была глина. Просто глина, которая, представляете, засасывала насос, все трубы, которая попала в теплые полы везде. А причина вся в том, что в свое время... Сэкономили и не сделали гильзу. Просто не потратили 20 тысяч рублей, 20 тысяч рублей не потратили, и не сделали, не загильзовали основную, основную скважинную трубу, да, то есть, которая идет... Пластиковая, пищевая, как это, потребление, да? Короче, не загильзовали сверху, всегда надо гильзовать сверху, потому что грунтовые воды, которые идут, там, они все, естественно, с грязью. Дождь весь... Попадает там в отверстие профилированное. Нет, она попадает не в отверстие, она сразу попадает тебе, соответственно, в твою скважину, потому что скважина диаметром больше, чем труба основная. Соответственно, вот эта гильза, она еще больше обычной вот этой трубы, через которую вода попадается. Да, и, соответственно, дело в том, что у нас же опыта нету дома, и всех этих нюансов, моментов, да не то, что в случае, вообще в принципе, да, там скважин, не скважин, это как бы... Конечно, нам понадобилось достаточно большое время, чтобы до всего этого дойти. Ты вызываешь этих мастеров, они... Ну, я не знаю, возможно, и это, возможно, то. Прочистим, промоем, продуем. Хотя, ребят, вот честно, я... Сделаем новую за 300 тысяч рублей 100 метров. Ничего не сделать. Хотя, ребят, я сама, мы начали уже... Я уже как бы, я знала, что нужно делать просто. Я реально там посмотрела, что нет этого. Так приезжали специалисты, которые этим занимаются каждый божий день. И, понимаете, они же видят, что у нас просто пластиковая труба, что там нету металлической. И никто не скажет, что это... Потому что нет гильзы. Потом один уже кто-то сказал, гильзы нету, и как бы все. Я уже поняла, я там начала читать, изучать. Никто не хотел брать ответственность, чтобы это сделать. Ну, я вам хочу сказать, что в очередной раз, в том числе и эта история, это полностью, как и интернет и все остальное, как и газ в будущем, это полностью, полностью, на миллион процентов заслуга Андрюхи. То есть, ну нет, сто процентов. То есть, пока я где-то что-то был, то есть, моя задача была, как обычно, самая простая. Я всего лишь дал денег. Ну, это не простая задача, их надо сработать. Нет, ну, это понятно, да, это как бы не простая, это обязанность мужчин. Я просто дал денег, она наняла трактор. Какие-то были там работяги она их нашла. Они заказали там две трубы по сколько, по шесть метров, да? По шесть метров. Хотели вогнать вообще две трубы, но как бы две не получилось. они вогнали шестиметровую трубу они догнали до аргелита причем догоняли чтобы понимали как гвоздь они и сверху пищевой трубы они иначе надели получается гильзу металлическую и начали эскавировать трактором начали ковшом забивать ее забивает туда короче и добили она так добилась реально вот прям по наш вот просто повезло по наш прям грубо говоря там ну грубо говоря будущее от москву от домов и ребята аллилуйя мы жили мы жили больше чем полгода сколько мы жили не знаю мы жили с этой дреной водой и мы не знали что делать мы уже не понимали мы понимали либо 300 тысяч я перекрасила всю одежду все белье белое просто либо 300000 надо для новой скважины потом это как она подводить это опять деньги короче то есть 1400 потратить чуть делать куда иди а это куда это спорта технический и аллилуйя пошли дожди и у нас идет кристально чистая вода сейчас мы наполняем свою дикузи без хлорки без хлорки без ничего и просто и просто кайфуем потому что у нас идеальная питьевая обалденная вода я уже думал соседу пришел бы славик давай проведем тебе мне моей будем поливать машины мы твоей будем это ну и понимаешь это не очень как бы ну там ну как бы ну ну очень ребята она решила эту проблему андрюха понимаете андрюху никому не отдам потому что андрюха а как сказал сын я от вас уйду ли будьте мама доставать если умру сын сказал подожди еще там как ты уйдешь там а кто она это что ты без мамы ну что тебя вот волнуйтесь и ты уйдешь он говорит но кто нам стирать готовить будет это первое что он сказал тогда да а кто нам вам стирать готовить будет представлять поэтому кто на будет все эти решать вопросы технически интернет эти оплаты коммуналке жкх разбираться с соседями вчера что вы понимали в пять утра загавкала собака ребят она гавкает 20 минут такое редко бывает 20 минут и останавливается андрюха встает выходит на улицу берет два у таких кирпича идет к соседу короче прогоняет этих собак и потом начинает соседом выяснять отношения там внизу ты можешь где там своих собак там успокоить утихами нет я наехал на него во первых у меня вот так вот волосы были на лицо я с закрытыми глазами сонными булыжниками андрюха пошел решать вопросы собаки действительно там две дикие собаки она нашего мани пару раз уже кусали мы улечили они учат на куски не разорвали такие не сперли у нас тогда блин это шашлыки купил дима блин просто мы отвернулись они стащили вместе с этими с решетками под решетками стащили мы не нашли концов не нашли концов с решетками съели а просто напрочь андрюха пошел разобрался реально решил этот вопрос решил этот вопрос пришла злая такая ну зачем это соседи надо на лайте дима ты не понимаешь нет смысле на лайте вот он встал в 5 утра ему нормально то есть это насколько должно быть неуважение безразличия к окружающим в общем там ситуация была следующего выпускает своих собак они реально неадекватно первых они бросаются на людей периодически их стремно проходить мимо них вот во вторых они без намордников без всего гулять с его пускай 6 время на цепи ну да вот и они стоят у нас перед домом на поле и пришла какая-то собака не местная но такая безобидная и вот они стоят и лают на эту собаку чтобы то ушла а они уходят она видимо это вообще не понимать что происходит не поняла это снизу где соседи с фиником выезжают где как красивый гараж ну собачка это собака вечно а ну может нет на нашу машину бросается нет это не так это я тебе говорю нет нет табили гость со мной хорошо это другая собака была белая но неважно вот и она стоит light и все ну то есть как бы тот стоит на балконе и он видимо услышал что я там ару на них фу там это прогоняю все он их запустил домой стоит на балкончике я говорю миша я говорю ты чё ну ты же вижу твои собаки зачем их выпускать мне в 3 утра в 5 утра ну а чё это же не моя собака там стоит типа я говорю миша твои собаки лают и мешают всем играть твои куры постоянно здесь у него петух просто кукарекает в час тридцать в 3.30 в 5.30 просто перекукарекается с каким-то другим петухом и это другом конце это это вообще мы уже привыкли мы уже не обращаем внимание на них гусей на этих кур но собак я считаю что понятно что с кури с петухом ничего то не сделаешь или с гусем да это их как бы природа но как бы заставить собаку не лаять это возможно и реально она же не будет лаять если она будет на территории находиться в общем да я хотел что сказать мы опять углубились я обходил что качуха она способна решить любой вопрос человек глубины продолжает что мы там что мы там у меня голова круто я не могу я так это выкладываю я сижу как будто как будто я когда я перебил ролики и говорю семья всем привет это сочи красоты у меня шума начали кружить ну вообще мы хотели сравнить ну в общем мы пришли к тому что а для нас мы выбираем дом потому что это до бунгал для нас актуально и круто свой дом несмотря на какие-то там свои вопросы проблемы недострой все равно ты ощущаешь себя как бы гораздо круче комфортнее нежели в квартире вот но для меня это какой-то другой уровень что ли я не знаю ты там ну да другой уровень жизни людей у нас есть такой прекрасный сосед еще никитос он вот я на него смотрю он посадил него есть этот квадроцикл да квадроцикл и вот он гоняет от соседа к соседу там где-то там что-то там что-то пообщается то это я так думаю вот это круто вот сходил на этот на прудик порыбачил мы тоже как бы это дома сидишь я грудим бы если у нас еще бассейн был бы территория сделана я вообще из дома не уходила мне ни моря не нужно было бы ничего ты ну круто это чисто чисто ну понятно еще гораздо больше времени потому что у тебя все все условия есть для проживания для комфорта для релакса чисто для смены обстановки знаете так посмотреть что происходит в мире выходить работать можно онлайн будучи преподавателем там преподавать тоже йогу и так далее в принципе да нет если мы сейчас говорим про хороший понятно погодные условия тогда это лишний раз там солнышко светит и ты как бы подумаешь слушай поеду я куда-то что-то где-то там на какие-то центральные пляжи или я выйду конечно если вы имеете дом сочи в идеале там иметь пять суток земли и чтобы у вас был свой бассейн конечно мы к этому тоже как бы стремимся надеемся что когда-то что-то в любом случае мы я уверен как бы все получится мы доделаем понятно что это сложный процесс а вот ну все-таки ты мне скажи но ты уже сколько прожила в сочи год и три год и три вот я прожил получается то есть уже два года я хочу сказать что я эти два года я эти два года выхожу на значит на террасу грубо говоря выхожу на террасу и вот я каждый раз выхожу как первый раз понимаете то есть я выхожу реально утром на террасу смотрю думаю красота и думаю как это может надоеть я я не понимаю как это может надо есть в априори не могу понять мне все нравится даже с учетом того что там газон там нет парковки там туда-сюда и как катя говорит куры собаки коровы я я восхищение я выхожу каждое утро и думаю это круто как классно я хочу здесь жить то есть вот я я здесь честно я то больше чем она поездил я-то знаю вообще многие закутки райончики тогда есть хорошие дома ну не было такого чтобы я зашел куда-то я когда говорю что каштаны там мой дом и мне нравится там у соседей дома которые сейчас продаются которые вот вы не покупаете пара домов ездит 25 миллионов за 18 миллионов я не понимаю почему вы их не покупать они клевые и я считаю действительно это лучше место для проживания да мне нравится еще раз говорю ручей видный там но в операции них другой такой дом как у нас там стоит 150 миллионов понимаете потому что шикарный вид на море там ну и там и ужасные подъездные пути на самом деле по сравнению с нашим если так вот разобраться да 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 это идеальное место для проживания просто идеальнейшее место для постоянного проживания я им безумно как бы довольна я уверен что это наше место что он нравится просто весь вопрос деньгах если бы были бы 10 миллионов рублей мы вы переделали полностью мы взяли те окна которым нам нравится поставили бы ту кухню как нам нравится ванна терраса все бы переделали доделали бы придомовую территорию бассейн и так далее там все было бы тип-топ на кнопочку нажал отъезженный вся проблема только в этом в остальном как бы все нас абсолютно устраивать и соседи нас устраивает на самом деле потому что когда дома стоят не то что три метра друг от друга когда дома вот мы сегодня проезжали да на приехали на петрозаводскую там горгаса там дома стоять чтобы понимать и девочка выезжает и девочка выезжает там со своего домика у нее домик понимаете домик стоит рядом 30 сантиметров другой домик еще выше там на 10 метров за ее домом на участок смотрит пятиэтажка то есть таких домов много в сочи то есть нюанса много если вы обратитесь когда-то ко мне по покупке дома я вам разложу когда я говорю что купите здесь это не потому что у меня там какие-то комиссионные шикарные нет я же все комиссионные обсуждаю сюда в открытую с покупателя это потому что я там хочу жить в первую очередь я порекомендую тот дом где я хочу жить самостоятельно понимаете это сто процентов поэтому нас абсолютно у меня я не насладился я здесь два года я не насладился если вы мне дали денег денег я бы каждый ну не каждый но может быть там пару раз в неделю три раза в неделю я бы ездил на экскурсию выезжал бы узнавал я много где не был я бы куда-то съездил бы второй раз третий раз и все находится рядом с нами большинство всяких экскурсий всяких очень красивых мест вот вы представьте рядом с нашим домом пять минут езды ну 10 минут от силы новоличинское ущелье каньон у чертовых ворот немерен немеренно просто всяких турбас около орех новоличинское ущелье с баней прекрасно как нибудь с ними сюжет я хочу чтобы с собой сходили съездили но многие там были туристическое как бы место но мы просто сейчас вот поймаем где него какой-то мы с тобой вдвоем пока мама здесь давай сходим попаримся скупаемся там и запишем как бы сюжет красивейшие места прям вот они вот он просто рядом белые скалы то правда тяжело подниматься спускаться есть более но орлины скалы это на моцессе мы хоть туда не добрались там ореховский но много это все это все рядом с нами а вот она набережная море здесь потрясающе нас хоть и мне нравится городской пляж где мы сейчас сидим из потрясающей кофейни кафе пять пятниц ну всегда здесь шезлонги самые дешевые здесь есть где покушать загорать мне просто нравится как бы дальше дикий пляж они шикарные шикарный с прозрачной водой классным входом ну то есть здесь можно кайфовать кайфовать и кайфовать просто весь вопрос только в том что где брать деньги где брать деньги потому что ну я как бы готов конюшни мне мечта чтобы у нас рядом с домом одно озеро второе просто пруд водоем небольшой где можно просто посетить карасиков половить конюшня прямо вот рядом с домом но это все надо калиного ольховая калиновая но это рядом там тоже доехать там 20 ну окра чайные плантации ну крутяк это все в нашем доме понимаете это все около нас это ворощи прям здесь а здесь значит прогресс мвд санаторий здесь отдыхают все сотрудники силовики системы мвд это о чем-то говорит это прям рядом с нашим домом пять минут езды от нашего дома это чем-то говорит потому что хоста это здравница понимаете санаторий прокуратуры сотрудников прокуратуры это не просто так и не просто это в хосте они на улице виноградная хвоста это круто мы живем в крутейшем месте просто в крутейшем месте и я считаю что здесь земля должна стоить еще дороже чем центр ну как бы как бы считаю плане того что многие говорят вода центр да мы вообще круто живем 25 минут до аэропорта 25 минут до центра сочи что такое 25 минут да это вообще ни о чем чем жить там электрички 7 минут ну вот впечатление за вот этот год что ты что ты довольно недовольная минусы плюсы я очень по итогу по итогу да пройдя весь этот транспорт трансформационный путь а действительно именно так его можно назвать я очень довольна во первых я очень довольна тем что я приобрела какие-то новые опять же качества новые впечатления ну вообще я себя здесь ощутила новым человеком признаюсь я в себе открыла очень-очень многое благодаря этому месту и блин я кайфу ребят мне очень нравится жить сочи я очень рада что мы живем в своем доме в каштанах мне очень нравится район хост здесь такое какое-то свое вот самое главное что нравится нашим детям вот и да 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 очень классно вот я нашла уже тоже сожалению пока что там может быть не так сильно много времени и там из-за учебы и какие-то еще плюс всех моментов знакомых и девчонок с кем как бы они все такие тоже развитые с кем пообщаться можно если допустим я понимаю что мне не хватает потом допустим женского общения я в восторге по итогу я в восторге мне кайф как нравится вот и я не собираюсь никуда сюда переезжать у меня в голове уже наполеоновские планы по поводу нашей веранды террасы цоколя просто я уже все я в этом уже живу я это уже вижу я уже представляю вот что мы сначала сделаем цоколь мы потом туда переедем и будем делать ремонт в основном доме и вообще у нас бассейн на какой у нас забор какие соседи мы наконец-то уже сходим к соседям и пожарим с ним шашлыки спустя два года просто подскажите как заработать денег денег где взять да и все таки я надеюсь что это все пойдет у меня попрет и начну работать и зарабатывать и все будет хорошо вот а вы в свою очередь поддержите меня мою деятельность придете оздоравливаться ко мне на онлайн занятия кто проживает собственно говоря в сочи в адлере или в хосте я буду обязательно вести свой youtube канал я буду выкладывать всякие я я буду выкладывать разные оздоровительные там разминочки еще всякие курсы для по растяжки по шпагатам сто процентов потому что ребят я хочу сказать что я дошла вот мне 31 год и я наконец-то достигла своей мечты я села на шпагат правда пока только на один на левый на правый потому что не получается у меня была травма вот и серьезная и в общем пока не дает но вот прогресс уже есть и поэтому так как я уже сама этот путь прошла я научу вас дай всякие разные лайфхаки вам по мфр-массажу и вы будете экономить свои денежки и не ходить никаким костоправом остеопатом вот и сможете сами себе дома помогать ну и вообще это я хочу сказать что у меня был перерыв так как гости были таганрог все дела у меня был перерыв в йоге реально я от месяца не занималась я позанималась позавчера йогой ребята я не могла уснуть я до 4 утра просто у меня у меня такая энергия такое ощущение что я напилась энергетика дима не спускается в 4 утра на балкон я в 12 а нет я в два часа лег раньше ну короче в час может быть я лег там и 4 утра открываю глаза слушать а ее нет рядом нет прям все меня сразу сейчас я короче нахлобу я подумал вверх может ей плохо может случилось почему-то я спускаюсь и она сидит я думаю ну в инстаграме думаю опять сидит там или что значит ну если же женщина загонит там можно начать смотреть за чужой жизнью и и забыться короче во время я знаю как что для нее такое болезненно лечь там после 12 и потом она вся разбитая она делает голову там что-то себе мне там это я естественно думал как это так 4 утра сейчас вставать там надо с утра там куда-то ехать на какие-то дела я такой выхожу так у смотрю на нее и в ее стиле как она обычно знаете так я выхожу такой и ухожу молча сам думаю ну сейчас ты меня получишь а не могу уснуть понимаете я переживаю что там пришла там она обучение у нее там какой-то там ну у меня нет да не обучение я немножко там долги у меня образовались за месяц пора по обучению и у нас нужно было отсмотреть учеников других потоков экспертная оценка называется то есть я смотрю практики других учеников и даю свою экспертную оценку этим преподавателям которые обучаются и мне нужно это было сделать вот буквально вот ну как бы все утром я уже бы не успела и мне там не засчитали часы и поэтому я делал я не самоглашение не могла уснуть а перед этим чтобы понимали я драйла я сливала джакузи и мыла ее эту джакузи все потом наполняла у меня энергия била так что я думаю офигеть я позанималась утром ребят я не вечером позанималась я утром у меня энергии столько думаю нифига себе мне этого так не хватало я думаю у меня постоянно голова болела пацан это а тут позанималась у меня просто как энергайзер джайзер очень круто и в этом я думаю большие плюсы в йоге когда начнет практиковать да надо к ней приходить на где-то онлайн семинары и так далее семинары я вас тренировки в общем я уверен что у нее все получится это миллион процентов просто если она возьмется пускать меня тоже как бы поначалу никто не верил но тем не менее как бы я всегда верю первые продажи там если у всех там после восьми месяцев были первые продажи это первые продажи еще у меня не было youtube-канала мне первая продажа произошла через неделю и через две как я начал работать я продал квартиру первую жилом комплексе 1 2 3 а вот потом еще была у меня сделка я продал застройщику местному я продал там участок земли по строительству дома ну короче я хочу сказать просто ну надо естественно верить себя да сейчас тяжело там продажи просели все очень достаточно сложно конечно если у вас будет когда-то желание что-то купить в сочи там безрайс любую недвижимость любые объекты приходите обещаю дома в лучшие цены юридически технически все проверю вы останетесь довольны то есть открыто поработаем то есть эти деньги нам не нам необходимы реально нужды человеческие так сказать где-то что-то достроен да просто даже продукты так сказать да там мы очень любим фрукты нет а самое главное ресторане да а самое главное что есть конечно честно обнаглевшие риэлторы это как и в любой какой-то профессии но я говорю как есть почему есть люди которые даже там не удосужиться приехать показать не просто скажут тебе возьми ключи там сходи туда и все эти вопросы мне отзвонись потом ну я просто говорю о том что есть а такие люди то некоторые не понимают за что типа риэлторы получают люди но есть ответственные люди которые выполняют свою работу и выкладывается просто на 200 процентов это ты да дим у дима вообще проблемы он жуткий трудоголик и он это не реклама это так как есть это какая разница ну в общем это чеку я считаю что это проблема конкретная он жуткий трудоголик и гипер ответ и гипер ответственный человек он просто вот есть ответственные люди а есть гипер ответственные он за каждого за все переживает за каждую мелочь за каждую за каждое что там что-то там что-то не пойдет не так за он всегда думает вот если кто-то может продать и и и вообще по барабану, там, сдаст этот объект, или нет, Дима, он лучше не заработает, останется без денег, но он только продаст только то, в чем он будет уверен просто на 300%. Максимально, да. Максимально все, что от него будет зависеть, он сделает. Вот, и мне очень нравятся в нем эти качества, да, хотя как бы он, лично он страдает, лично он страдает не только заработку по многим моментам, он страдает от этого, но зато как бы вот это есть, и я с уверенностью могу порекомендовать и сказать, что если вы обратитесь к Диме, то как бы это будет самая лучшая услуга, и это огромнейшая работа с его стороны. Начиная от просто записи этих видео, вот сейчас я сижу уже, сколько мы там, два часа, у меня, во-первых, осип голосом, он как, если можно было... Если, я не знаю, нельзя говорить какие-то, или на ютубе можно? Матом? Ну, такой, ну, не матом. Не, ну, все. У меня голос, как, да, упражненный такой, это, женщина легкого поведения, а мой браток, я говорю, а где? Две два часа говорю, он у меня просто сел, я его не могу привести в чувство, все, я его не чувствую. У меня голова кружится постоянно. Это ты энергетически отдаешь? Да. Кто понимает, что такое записывать ролики? Ты уже обессилена. То есть, это огромная энергия, плюс это постоянно ты ходишь, постоянно какие-то... Разные люди тебя встречают, у них разные люди... На эмоции. Да, разные люди к тебе приходят с потребностями, с желанием, понимаете, они, большинство людей считают, что ты им должен, ну, типа, и они как бы проявляют свое... Ну, типа, они же платят, они же хотят получить услугу, да, и они там, вот, а что, а вот это мне, что ты за... Вот так вот общаются, да, не про всех, но есть всегда такие люди, их очень много. Соответственно, каждый хочет обмануть, нагреть, типа, не понимает, почему я должен ему заплатить эти там 100 тысяч рублей, да потому что, ребята, он делает столько работы, той, которую вы не видите, ездит, тратит свое личное время, снимает, обсуждает, договаривается. Ну да. Ну что, неудобно. Ну что, неудобно, это так и есть, понимаешь, люди это не видят. Сейчас же у нас... Нет, я хочу это сказать, потому что люди это не видят, и они не понимают, за что. Нет, есть хорошие люди, которые приезжают, им привозят подарки, детям, нам сладости. Им большой поклон за то, что они ценят работу, ценят работу, потому что они... Да. И ценят другого человека. Да, когда человек, как бы... Есть те, которые приезжают и говорят, да, брат, какие, мол, какие там 100 тысяч рублей, ты о чем? То есть я, 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 я там типа не работаю по себестоимости. Сколько у тебя здесь комиссионные? Ну типа 300 тысяч рублей. Когда у тебя была последняя продажа? Там месяц назад? Все, забери себе эти деньги. Это твои деньги, брат. Я покупаю, типа здесь сейчас за 30 миллионов дом, это твои деньги. Какие вопросы могут быть? Не, забери. То есть вообще никаких вопросов нет. Это нормальные комиссионные, что ты там берешь, один процент возьми. Все, то обсудили, все, какие ты что? Ну, то есть разные люди бывают абсолютно. Но большинство, конечно, я, да, большинство приезжает, не понимая, ну, во-первых, я еще раз хочу сказать, и тебе вообще риелторы себя так поставили, понимаешь? То есть им достаточно одной... В городе Сочи. В городе Сочи, да. То есть им достаточно одной продажи в полгода, урвать вот эти 500 тысяч или урвать этот миллион, попилить их на 10 человек, там, ну, не на 10, на 5, получить... Получить те же 100 рублей. Да, 100-200 тысяч. То есть, чтобы вы понимали, вот я вас уверяю, ну, не в обиду риелторам, здесь есть топовые продажники, которые успели в свое время продать Олимпиада, пандемия и так далее, которые успели продать и хорошо заработать, и у которых сложился свой капитал, за счет которого они могут покупать наиболее хорошие объекты, перепродавать их и на этом зарабатывать. То есть купил за 10, продал за 11, это сейчас, заработал свой миллион, да? Если ты просто риелтор, поверьте мне, ну, без обиды, коллеги, ну, это мы, риелторы, это как бы голодранцы, у них ничего нету. Вот приходите сюда, работайте, вы поймете, у них ничего нету. Люди сидят по полгода без сделок, потом что-то продадут, заработаются. То есть я говорю еще раз, работают, уходят в такси, в официанты, уезжают в свои города, кто-то держится, кто-то держится, кто готов там максимально работать по 18, по 16 часов, работать за минимальные гонорары, кто-то держится. Но в основном это поток, текучка. Вы приходите в агентство недвижимости, в одно уходите, приходите в другое, уходите. Там текучка нереальна. 200-300 человек работают в агентстве, постоянно, постоянно, постоянно меняются. И, грубо говоря, это текучка, там студенты приходят, они их там что-то обучают. Еще за это обучение некоторые умудряются брать там по 50-60-70 тысяч рублей. А у них нет подушки безопасности, нету миллиона рублей в кармане. И они отдаляются. То есть Катя сразу просекла. Я хотел, чтобы она была с риелтором, чтобы она работала со мной, чтобы она вела свой канал. Она сразу просекла какой-то труд, сразу просекла. И она сразу сказала, слышишь, идите в одно место, я этим заниматься не буду. То есть она сразу поняла, что она, чтобы быть хорошим риелтором, вы должны работать по 16, минимум по 16 часов в день. То есть, грубо говоря, в 9 начинать, ну там в 9-10 можно начинать. В 10, раньше в 10 я домой никогда не прихожу, Катя знает. Когда я вот в рабочем режиме нахожусь, да, сейчас лето, я вам позволю себе расслабиться там 20 дней. И, чтобы вы понимали, до 2 ночи, до часа ночи ты занимаешься монтажом. Все. Я почему им занимаюсь? Потому что у меня нет денег нанять человека, который будет монтировать, нанять оператора. Я для чего это все делаю? Потому что это курортный город, и здесь все берут огромные нереальные деньги, и никто тебе за 3 тысячи рублей делает ничего. Снять ролик минимум 15 тысяч рублей. Минимум 15 тысяч рублей снять ролик. За чего я буду платить ему эти 15 тысяч рублей? Ну у вас чего? Я договорился с одним человеком, он мне за 5 тысяч ролик снимал в свое время, когда у меня был другой канал. Я снял 5 роликов, он сказал, ну не, я больше не буду. То есть один дом отснять 5 тысяч рублей, представляете? То есть это реально там час работы, он сказал, я больше не буду. Ну все, как бы это такая история здесь. Это сложный труд, конкурентный труд. Но, чтобы было общее понимание, пока я не добьюсь свои результаты, если я сдамся, для меня это провал. Все, я сдамся, я не достигну своего. То есть я сейчас поставил себе, я хочу зарабатывать. То есть Катя говорит, ну в идеале было бы зарабатывать миллион, я согласен. Хотелось бы зарабатывать миллион, чтобы вообще себе ничего не отказывать, чтобы ездить в Турцию там по два раза в год или там один раз в Турцию, один раз в Арабские Эмираты. То есть зимой куда-то поехать, летом куда-то поехать. Ну и как бы здесь отдыхать. Дети, чтобы ничего не нуждались. В доме, чтобы что-то постоянно делалось. Но я сейчас поставил себе в планку хотя бы 500 тысяч рублей. То есть 500 тысяч рублей на семью, то есть для меня, я этого не могу заработать. Я не могу сейчас 300 тысяч заработать, и поэтому как бы я... Регулярно, ты скажи, что именно... Нет, ну да, да, да. На регулярную стоимость каждый месяц. Да, ну каждый месяц. Но чтобы взять доход за год, поделить его, чтобы получилось, допустим, там, грубо говоря, 6 миллионов в год, да, то есть 500 тысяч в месяц. Я поставил себе такую задачу. То есть я как бы реалист, я ставлю себе постепенно, я говорю, ну Дим, надо тебе научиться зарабатывать. Я понимаю, как это может быть. Только если я буду еще больше работать, еще пройдет энное количество времени, что из уста в усты, там сказать, из уха в ухо, то есть работа сложная. И на имя. На имя, да, на имя. То есть надо проработать лет 5 хотя бы, я так думаю. Вот я 2 проработал, у меня уже появляется свой клиент, но этого мало, мало. Потому что бывает одна сделка месяц, бывает две. Редко-редко бывает три. Ну и то, как бы, с учетом того, что я беру минимальные гонорары, и Катя знает, я половину своего заработка отдаю человека, которого за кадром вы его не видите. Мой помощник, мой партнер Дима, который все время на телефоне, все время ведет базу, все время выстраивает нам маршруты, подбирает нам, то есть те люди, которые понимают, покупают у меня, они все общаются напрямую с ним. И уже потом со мной мы делаем реальную работу. То есть мы ездим, мы смотрим вживую, мы проводим сделки, договора и так далее, но Дима всегда за кадром. Я заработал, я 300 тысяч, а 150 тысяч отдал ему. Что-то мы отложили на какую-то рекламу. Ну то есть каких-то денег, я ожидал, что будет гораздо все лучше. В свое время, когда я думал, я говорил, Катюш, все получится, будет лучше, но я не ожидал, что так будет. Я уверен и надеюсь, что с месяцами, с годами будет как бы лучше. Но я хотел подытожить и сказать, чтобы вы понимали, мы живем здесь и сейчас в Сочи в своем доме только по той причине, что мы этого хотим. Если бы мы этого... Мы бы жили в Крыму, в Таганроге, в Москве, где угодно. Мы хотим здесь жить сейчас и поэтому мы здесь живем. Это надо понимать. То есть это наш выбор. Мы осознанно к этому вопросу подходим. Мы ходим на работу, потому что мы хотим ходить на эту работу. Она учится на преподаватель йоги, потому что она хочет быть преподавателем. Только поэтому мы делаем то, что мы хотим. Если бы нам что-то хотелось именно другое, мы бы 100% взяли и делали совершенно противоположные вещи против себя и своего ли мы не будем. Поэтому пока я не добьюсь успехов в риэлторстве, вот именно я скажу, что все, я состоялся. Я все, поставил себе задачу, я зарабатываю 500 тысяч в месяц, миллион в месяц там. Все, я не хочу больше работать в риэлторстве, я пошел там в такси, я пошел там в официант, я пошел там на пенсию там или еще куда-то. То есть, Катя, теперь твоя очередь, допустим. Ну, допустим там. Не, ну, не, ну то есть как бы всему есть предел, надо понимать. Там ей 31 год, а мне 41 год. То есть мне уже как бы, ну, не то, что не тяжело, но я уже чувствую, как я хочу, как я уже заслужил отдых. Понимаешь? Я выгляжу, может быть, нормально, да? Но внутри я уже заслужил отдых. Я хочу не 7 дней в неделю работать, я хочу, я хочу 2-3 дня в неделю, понимаете, работать и 4-3 дня отдыхать. Понимаете? Ну, то есть, один день уделять дому, бытовым делам, там, там, несколько дней семье, один день жене, один день только себе. То есть, у меня есть такое желание. Но надеюсь, что со временем все как бы стабилизируется. По процентам. Поэтому, если хотите покупать недвижимость, приезжайте, все сделаем порядочно, грамотно. Я думаю, что у нее та же самая история. Давай, тоже подытоживаю, я предлагаю перевернуть камеру, тебе повесить, брать микрофон, пойти к морю, немножко поснимать в море, ты тоже что-то расскажешь, сказать, ребята, ну, как от такой красоты можно уехать? У меня кружится голова, мне уже тоже. Не хватает воздуха, мне надо продышаться. Мне надо продышаться. Про наяву. В общем, да. Да. В общем, ребят, я считаю, что пока у вас есть какие-то желания, мечты, и вы ставите себе маленькие по цели, и каждый день совершаете действия в направлении реализации этих желаний и меч, то у вас все получится. Главное движение и самонастрой и самоконтроль. Дисциплина, которая у меня всю жизнь отсутствовала, только в Сочи более-менее она, ну вот, я над ней работаю, мне она дается тяжко, но я работаю. Дисциплина, мое все вообще. Поэтому мой совет, детей в армию, детей в какие-то секции спортивные, мальчик, девочка, без разницы, чтобы они вот реально как там, как солдатики маленькие, это им в жизни очень поможет. У меня, к сожалению, этого не было. Вот, я сама себе там, ну, как бы, принадлежала, из-за того, что там мама работала. И поэтому мне сейчас, не имея этой дисциплины, мне сложновато. Мне сложновато. Ну что? Да, жизнь прекрасна. Тяжело записать ролик. Да я уже не могу. Я вообще никакой. Я сижу, как бы, думаю, мне в воду хочется попить, давление подскочило. Да у меня тоже голова постоянно помыть куматозин. Да я пойду. Да все, пойдем, да все. Ребят, извините, что так долго, мы на... Не, мы разобьем на серию, две-три серии я сделаю, чтобы люди не сошли, так сказать... А также, ребят, напишите в комментариях, может быть, вам интересно еще какие-то темы, узнать, о чем бы мы могли вам рассказать. Пишите свои предложения, пожелания, просьбы. Мы... Я себе здоровье люби и денег. Да, ну, в общем, мы вам как бы это... Запишем что-нибудь еще, то, что вам интересно. Всем пока. Ну что, ребят, ну как можно просто отказаться от этой красоты? Посмотрите, люди кайфуют, наслаждаются. Это вид, море, волны. Сюферы ловят волну. У нас тут, кстати, выяснилось, что очень крутое местечко. Здесь вот у нас выходит река, и, соответственно, здесь морешка, да, и с разных городов, с разных городов серферы. В туфлях, конечно, мне не очень удобно. С разных городов серферы приезжают и ловят волны. Типа, это топовое место. Оно как-то там правильно называется, но мы еще не освоили серф, так что, как освоим, вам потом расскажу. Посмотрите на это. Ну-ка, покажи видок. Послушайте этот шум пол, шум прибоя, невероятный. Какой воздух. Вы чувствуете? Чувствуете этот аромат, этот свежий бриз? А этот ветерок мои волосы колышут. Ой, нереально. Да, ты, именно ты сейчас находишься возле этого моря, прекрасного, красивого, теплого. Ну что, ребята, на этом подытожим и закончим, наверное, да? Поедем мы домой, встречать у нас уже снова там, как Дима сказал, гости. Ой, 500 рублей. Нереально, мы тут так покатались, круто просто, с Димой доехали. Почти, да. Докуда? До Мацеста. До Мацеста. Поедем, в общем, встречать наших гостей, полоскать их в джакузи. Вот. Да, но они приехали на один день, чисто, да, чисто переночевать, так как у них апартаменты в Адлере они сняли с 17-го числа, и поэтому завтра у них заселение, сегодня они вот, мы как бы тоже не виделись давно, больше года приехали, моя, получается, родная тетя, мамина сестра родная и моя сестра, двоюродная, и ее двое деток. Вот они там сейчас выносят дом весь. Так что, блин, красота вообще. А еще я сейчас чувствую такой, типа, деловой чикой, на меня все смотрят, я такая иду в платье, в туфельках, такая, типа, с микрофоном, типа, такая звезда, что за звезда? А это, да, это я. Ну что, говорите, пока-пока. Всем пока. Шмоки, счастья, здоровья, любви, а главное, денег побольше, чтобы они к вам приходили в ваши кармашки регулярно и нескончаемым потоком, скончаемым потоком. Субтитры сделал DimaTorzok